Титовский мост для города не просто инженерное сооружение, а живая транспортная артерия, которая открывает бобручанам дорогу на Гомель, Киев и Москву. Его возвели в далеком 57-м взамен разрушенной в годы войны переправы. Но время взяло свое. В 2017-м путепровод признали потенциально аварийным и ввели ограничения по массе автомобилей. В декабре 21-го началась масштабная реконструкция. На сегодняшний момент 6 опор из 7 нового моста уже готовы на 100%. Устроены на 90% земляные насыпи подходов к мосту со стороны Бобруйска и со стороны Рогачева. На днях специалисты завершили один из самых сложных и ответственных этапов строительства. Произвели надвижку первой металлической пролетной конструкции на опоры. На это понадобилось несколько дней. Ювелирная слаженность действий и современное гидравлическое оборудование. Сейчас начались работы по сборке второго элемента. Его планируют установить в мае. На данный момент ждем благоприятных погодных условий в виде теплой погоды. Ждем, чтобы оттаяла наша насыпь и будем приступать к укреплению откосов монолитным бетоном. Ну а дальше по порядку установка бордюра, устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия. Работы ведут сотрудники треста моста «Строй». За правый берег отвечает Бобруйская ДСУ-16. За левой – дорожно-строительное управление из Рогачева. Проектировщик «Белгипродор». На объекте задействовано около 20 единиц техники. Экскаваторы, грейдеры, катки, самосвалы и бульдозеры. В режиме 24 на 7 трудятся 50 специалистов. Новый мост будет шире, на 7 метров старого моста. Будут три полосы движения. Будет широкий тротуар 4,5 метра, из которых 2,5 метра – это будет велодорожка и 2 метра будет пешеходная зона. По плану, когда закончат новый мост, начнут модернизацию старого. На выходе будет два независимых путепровода длиной 252 метра. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся Береговая и Рогачевская. Реконструкция, напомним, запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруск-360.